25 миллионов рублей на ремонт Старооскольской школы искусств номер 3. В рамках нацпроекта «Культура» учреждение доп. образования уже к 1 сентября получат обновленные классы и концертный зал. А пока будущих музыкантов привитила восьмая школа. Здание, в котором располагалась третья музыкальная школа, построено в 1956 году. Больше 30 лет назад его передали в управление образования. За время работы воспитали несколько поколений музыкантов. Еще в начале марта здесь раздавались звуки домр и балалаяк. Сейчас в стенах учреждения во все идут демонтажные работы. Кое-где уже приступили к шпаклевке стен. Заменили трубы и кровлю. Строители уверяют, что сделали на совесть. Ведь учиться здесь будут дети. Любой объект сложный. Есть свои сложности в связи с тем, что здесь перегородки и перекрытия деревянные. Поэтому местами будем усиливать их. Следственно, где нормально, в хорошем состоянии, в хорошем состоянии довольно-таки немало здесь перекрытий с хорошей доской, мы их оставляем максимально. Будем сверху выравнивать их, фанеру стелить и сверху ламинат укладывать по кабинетам. Мы в плотном сотрудничестве с эксплуатацией. Соответственно, все пожелания, которые есть у эксплуатации, мы стараемся учитывать. Согласовываем, выполняем. Сумма контракта больше 24 миллионов рублей. Дизайн-проект окончательно еще не утвержден. Мы добавляем звукоизоляцию, шумоизоляцию. Делаем доступ для маломобильных групп населения. Обновляем полностью помещения. Делаем их современными, красивыми для детей и для родителей. Дизайн-проект у нас согласовывается, поэтому как только будет все согласовано, зрители 9 канала узнают первыми, какая будет школа. Это я обещаю. Пока идет ремонт, ученики и педагоги переехали по соседству. В здание 8-й общеобразовательной школы. Музыкальные занятия проходят во второй половине дня, а значит, ребята друг другу совсем не мешают. Марии Бронниковой 11 лет. Уже 4 года она учится игре на фортепиано. Любит фольклор. Несмотря на то, что новые условия не только не хуже, но даже лучше тесных классов третьей музыкальной школы, Маша очень ждет окончания ремонта. Я очень хочу вернуться в музыкальную школу. Надеюсь там, не надеюсь, я не знаю, там будет очень красиво, там будет очень комфортно, нам всем будет больше классов. Как бы мне хотелось бы, чтобы так было, чтобы появилось больше классов. У нас же теперь детская школа искусств. У нас есть теперь театральное искусство, у нас есть изобразительное искусство. И появится больше классов для этого. Яркой, там было бледно. Лестницу новую, просто чтобы сделали красивую. Да, повышили место. Я хочу зайти в школу и там записываются, где охрана сидит. Я хочу, чтобы вверху повесили как такие цветочки, чтобы было так красиво, эстетично, можно сказать. Ждут нового учебного года и педагоги. Ирина Гребенкин уже 20 лет преподает игру на домре, балалайке и гитаре. С самого первого рабочего дня хотелось, чтобы школа стала просторнее, светлее. Не хватало, конечно, еще какого-то дополнительного помещения. Не хватало места для хоровых коллективов, для танцевальных. Место для этого найдется в здании по соседству. Школе искусств передают и дом номер 41 по улице Ленина. Построенный в 1917 году, он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Фасады не изменят, а внутри оборудуют просторные кабинеты и новые классы.